Мы здесь увидим суровинку и еще подвеликий мух. Подвеликий мух, хорошо. Критик что-нибудь скажет? Подвеликий мух это очень большая территория и может нам не стоит туда ехать, а ограничиться только заказником? Ну как-то. Очень интересно, да, территория большая, но зато как там интересно. Мы там увидим, мы там увидим, где различные породы мухов, мы увидим там болото, может кто-то не увидел, приехали откуда, из Турции кто-то приехал, мы увидим разнообразные породы деревьев, виды животных, такое очень нам интересно. Вы нас убедили? Так, хорошо. Мы надеемся, что мы увидим даже птицы и животных, которые занесли. Да, да, да. Насобираем клюв, черники, голубики, покушаем все, оздоровимся. Так, затем мы приглашаем вас в деревню Люсина, мы там познакомимся с Дубовским и Красным озером. Куда мы еще можем? Так, если мы поедем через Круговичи, а это мы уже другой, другой пошли. Ничего, называем Круговичи. Хорошо. Круговичи, что мы там увидим? Круговичи, что мы там увидим? В Лактыши или Лактыши? В Лактыши? В Лактыши наше природное богатство. Чем оно богато? Здравствуйте. Хорошо. Так, второй маршрут. Второй маршрут – это историко-культурные памятники. Так, начинаем наш маршрут с города Ганцевичи. Так, братская могила советских воинов и партизан погибших. Так, костел, церковь. Интересно, можно посмотреть. Затем приглашаем вас в Мурочище Горки, памятник участникам Великой Отечественной войны. Приглашаем вас в деревню Огаревичи. Что мы там видим? Круговичи. Хорошо. Так, затем приглашаем в Большие Круговичи. Что вы там видим? Круговичи. Круговичи. Но из-за ограничения времени все, конечно, не помогает нашей группе. Я думаю, что Турак, услышав это, просто останется у нас в Ганцевичах, правда? Как много всего интересного у нас есть. Спасибо, уважаемые коллеги. Вы замечательные национальные задания. Мне так кажется. Скажите, пожалуйста, работая в группах, какие качества можно развивать в процессе выполнения работы? Если мы представим себя на месте детей, там будет проще задание. Какие качества развиваются? Называется. Что мы развиваем? Так? Да, в том числе развития качества. Умение заставки, помощь, взаимопонимание. Коммуникативные качества. Умение ставить свое мнение. Умение строить общение. Что еще? Общенность. Так. Дальше. Мы развивали в процессе. Мы с лисичными. Парни, шашлевичем, вниманием. Все это. Развитие речи. Так, так. Развитие речи в вашем случае особенно, правда? Вот как много, далеко не полнятые, чем того, как может в процессе систематического использования этого метода, проливая работу в группах, как может проводиться эффективная работа. Как вы считаете, это эффективный метод? Конечно. Да. Вы знаете, эти слова и все ваши выводы подтверждают замечательные слова Дистер-Лега. Плохой учитель преподносит истину. Хороший учитель учит ее находить, добывать. Вы согласны с этим? Я тоже согласна. Вот повесили ли вы свой образовательный уровень, повесили ли ваши творческие способности? Отметьте, пожалуйста. Второе отметьте. Постаньте. Постаньте. Отметьте. Отметьте. Вы знаете, меня это очень радует. Я увидела, что у нас происходит положительная динамика, и вы проведенное мной мероприятие было все-таки эффективным. Сейчас я хочу, чтобы мы с вами наработали еще один метод, называть это ключевое слово. Прошу каждого из вас по цепочке, в темпе, назвать одно обобщающее слово, одно слово, которое характеризует проведенный мастер-класс. То есть вот то слово, которое включает вашу оценку к сегодняшнему мероприятию. Начнем по цепочке, да? Умена Ивановна, сейчас начнем. Ключевое слово. И почему вкратце? Вкратце, в темпе. Творчество. Потому что, наверное, все присутствующие сегодня креативно подошли к выбору каких-то вариантов ответа. Спасибо. Так, дальше. Энтузиазм, который нас зарядила, наш руководитель. Спасибо. Активность. Все были очень активны и активно участвовали в всем процессе. Спасибо. Практичность. Попробовали много чего на практике. Спасибо. Креативность, я еще скажу, потому что это заключается новая форма. И, как бы, все были в таком настроении, я думаю, что это соответствует. Спасибо. Знания. Все, конечно, из нас каким-то багажом обладали знаний, но для себя что-то новое каждый вынес из того, что... Хоть мы родились все на Ганцевщине, но нигде, не везде все побывали, не везде знали про все достопримечательные места, про людей Ганцевщины. И радует то, что наши лестники творчества, они во всех выросли. То есть наш уровень повысился. Спасибо. Я бы для себя сградовала, чтобы развитие, именно развитие вот этих, пусть мои годы растяжут, многие здесь, но тем не менее развитие творческих пособий. Спасибо. Мой интерес. Все было интересно. Очень много узнаний, много. Спасибо. Обстановка прекрасная. Спасибо. Чувство коллективизма. Все коллективно работали, спорили, а спорили уже в церкви. Позитивность. Было интересно, было всем легко, с таким хорошим, прекрасным ведущим, который очень много нас не знал. Спасибо. Познание нового. Узнали очень много нового для себя. Спасибо. Актуально, место, время и именно необходимо. Всплоченность, еще больше такие занятия, что такое дружнее и мобильность. Увлекательность. Нас смогли увлечь в это мероприятие, и мы смогли что-то тоже свое. Спасибо. Взаимодействие и открытость. Мы все вместе взаимодействовали друг с другом, и не было вот этого барьера какого-то. Все пространство было открыто для общения. Мое слово уже сказали. Я задумала слово «позитив». Но если уже сказали, значит, хорошее настроение. Мы зарядились хорошими настроениями. Я думаю, хватит нам его до конца сегодняшнего дня, это точно. До конца еще в новогоднем. До конца еще в новогоднем. Еще один мастер-класс хватит до конца. Познавательно. Мне было очень интересно и познавательно. Спасибо. Мое слово «реклама». Я считаю, что цель, которую я поставила на занятие, я ее реализовала. Я передала вам эту работу творческой группы, познакомила лишь с некоторыми методами приема, и гораздо больше, может быть, правда? И вы поняли самый главный принцип адаптации каждой темы на эти методы. И вы были не пассивными слушателями, а активными участниками. Я провела с вами индивидуальную, групповую, фронтальную вид деятельности. И это было замечательно. Есть положительный эффект. Это подтверждает китайская пословица. Пословица такая. «Покажи, расскажи, расскажи, я забуду. Покажи, и я запомню. Дай попробовать, и я пойму». Ну, сейчас, уважаемые коллеги, на выходе из аудитории попрошу вас каждого взять по одному этому кубику и положить на определенную чашу весов. Здесь кладет тот, кто считает, что сегодня он вынес из нашего мастер-класса тему патриотического воспитания, именно вот эти знания об этом. Здесь кому были важнее всего узнать методы, которые мы сегодня проработали и раскрыли? Пожалуйста, осуществите, пожалуйста, выбор. И счастливо вам, но молчим. Спасибо. Где методы? Здесь методы. Конечно, методы. Все? Да, да. Спасибо.